Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И с нами на прямой связи по скайпу Сегодня священник Русской Православной Церкви Георгий Митрофанов Здравствуйте, отец Георгий Здравствуйте Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Также звоните из-за рубежа Код Латвии плюс 371 Напишите в WhatsApp 2306191 Мы сегодня для наших радиослушателей Поясним, что запланировали интервью с вами на 14 часов Но вот у вас возникло внеплановое собрание Насколько мы понимаем, онлайн собрание дистанционное Да-да Как вы сегодня живете в режиме дистанционки? Ну, собственно, живем, как и все другие учебные заведения Другое дело, что мы, в общем-то, не имели такого обширного опыта Преподавания в дистанционном режиме Приходится все вот по ходу событий осваивать Это, конечно, создает определенного рода проблемы Но, в общем, пытаемся адаптироваться к существующей ситуации Ну, как вы считаете, приживется эта история все-таки на будущее? Или это скорее просто вот в предлагаемых обстоятельствах? Вы сейчас и приходится вот так жить? Так нет, ну, коль скоро есть заочное отделение Немало студентов занимаются у нас, так сказать Пребывая в своих отдаленных епархиях Наверное, у нас, в общем-то, имело место для заочников подобного рода формы Но это только все еще начиналось Сейчас, как это нередко бывает Стольное стихийное бедствие Через даже война, не дай бог Стимулирует тельное развитие Стороны, так сказать, развиваться В том или ином направлении Вот мы и развиваемся в плане дистанционного обучения Хотя невозможно свидетельствовать о Христе Вот на таком расстоянии Невозможно? Сложно, скажем так Потому что на дистанции говорить в глаза в глаза Очень трудно с человеком Ведь наше учебное заведение имеет свою специфику И оно не только образовывает, оно и воспитывает А для этого нужно иметь возможность действительно жить рядом Потому что любое слово священника А тем более священника, который преподает Будущим священникам Предполагает то, что он свои слова должен подкреплять По своей повседневной жизнью По своим повседневным поведением Которое было бы на глазах у его воспитанников А это на дистанции На дистанции гораздо легче создать иллюзию Благолепия, благообразия Чем в повседневной жизни Непосредственно общаясь Учащим и учащимся друг с другом Отсюда проблема очень многих духовных школ В разные времена В разных церквях Сегодня мы видим, что и богослужения в церкви Они стали транслироваться По крайней мере в социальных сетях В ютубе, в том числе в фейсбуке Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться От посещения храмов без какого-то особого благословения Тем не менее службы в храмах, как мы видим, продолжаются Если мы говорим о России сейчас Храмы открыты Нет ли в этом противоречия, на ваш взгляд? Но вы знаете, к сожалению, надо признать, что вот этот обрекающий нас на многие проблемы принцип Что строгость законов в России смягчается необитательным исполнением Он пронизывает всю нашу жизнь И в данном случае это проявляет себя действительно к моему, в общем-то, величайшему разочарованию На разных уровнях, начиная с монашеских общин монастырских И кончая теми или иными епархиями И тем более храмами даже в нашей епархии Вот эта настоятельная рекомендация, собственно говоря, благословения патриарха Воздерживаться от общественных богослужений многочисленных К сожалению, не всегда исполняется В принципе, если кто-то по каким-то внутренним причинам не готов исполнять Такое, в общем, принципиально значимое благословение священноначалья Он должен был просто бы уйти из юрисдикции Русской Православной Церкви Московского Патриархата Но, хоть скоро он в ней остается Он обязан исполнять эти, в общем-то, вполне обоснованные распоряжения Высшей церковной власти Я, вы знаете, Ватча Сконин критиковать очень многие стороны нашей церковной жизни Стороны церковной жизни именно Русской Православной Церкви Московского Патриархата Которым уже в качестве священнослужителя служу более 30 лет Но, считая необходимым наличие свободной критики внутри Церкви Я в то же время считаю, что пребывание в ней Обязывает человека исполнять распоряжение священноначалья Даже если внутренний с ними не согласен Он может спорить, он может их оспаривать Но, хоть скоро они не отменены Их нужно исполнять или нужно менять юрисдикцию Не было у вас проблем, отец Георгий, из-за критики в адрес Русской Православной Церкви В Московской Патриархата? Ну, иногда они были Был, например, в свое время такой продолжительный конфликт В спокойном ныне протеереем Севодом Чаплина Когда мы с ним вступили в полемику Но, в целом, я могу сказать следующее Я ведь высказываю свою точку зрения Всегда подчеркиваю, что это моя точка зрения Она может быть согласна с какой-то официальной точки зрения Или не согласна Но, так или иначе, я говорю от своего имени Вот, даже когда я, в общем, выступаю критически В отношении тех или иных решений нашего священноначалья Что имеет место И это нормально Потому что, к счастью, у нас нет Все-таки представления А уж тем более догмата О непогрешимости нашей высшей церковной власти Во всяком случае, в теории, на практике бывает иначе Но это уже другое дело Практика есть практика А принципы есть принципы Поэтому осложнения некоторые бывали Но, в принципе, меня, с одной стороны Некоторые считаются крайним либералом А другие, наоборот, считаются системным либералом И вот нередко мне и моим друзьям Например, Игумену Петру Мещерину Протеря Алексею Минскому Приходится услышать такие слова Вот вы, в принципе, имеете в русском праздновании В московском патриархата Вполне солидный официальный статус Тем не менее, выступаете критически Говорите о том, какой должна быть церковная жизнь Но вот мы слушаем вас Приходим в церковь и видим, что жизнь там По преимуществу совсем другая Поэтому мы уже даже получили от некоторых наших критиков Упреки в том, что мы такие системные либералы От московской патриархи Мне очень важно отстаивать свою позицию Оставаясь внутри той самой церкви В которой я, так сказать, в младенчестве был вкрещен И в которой, так сказать, пребываю уже более 60 лет в своей жизни Виталий Милонов, депутат Государственной Думы России Недавно выступая у нас в эфире Сказал о том, что у либералов Бог с рогами и копытами Соответственно, они и болеют Не только коронавирусом, но и сифилисом Я цитирую его А вот у нас, в настоящих Мы, в общем, от этого защищены Вот как вы относитесь к тому, что лидеры мнения Потому что Виталия Милонова, наверное, можно отнести Как фигуру публичную к человеку, к которому прислушиваются Высказывают вот такие заявления В том числе от лица православной церкви Которую он к себя относит На мой взгляд, его высказывание Да и во многом вся его деятельность является Очень Знаете, имея таких Сподвижников, не надо иметь Врагов, враги уже не нужны Виталий Милонов там, говорят, систематически И многие годы дискредитирует Русскую православную церковь Московского патриархата Он всячески дает такой образ церкви Которая по существу Заставляет многих задаться вопросом А является ли русская православная церковь Московского патриархата церковью Христовой Если там возможны вот такие вот Духовные чада Которые выступают с позиции Совершенно антихристианских Вот то, что вы сейчас воспроизвели С моей точки зрения Это и бессмысленно, и безнравственно С точки зрения христианского мировоззрения Я тут даже комментировать ничего не могу Вот настолько это очевидно Но на ваш взгляд, все-таки Церковь как-то может защищаться От подобных высказываний Достаточно известных и влиятельных Ну, по крайней мере, по статусу Депутата Государственной Думы людей И нужно ли ей что-то делать И как-то на это реагировать, как считаете? Я думаю, что в определенной степени Свобода высказываний должна иметь место Тем более, когда человек выступает Отцом его собственного имени И полемика между священнослужителями Мирянами, входящими в одну Юрисдикцию православной церкви Вполне естественна и полезна для церкви Полемика честная, искренняя Но когда так или иначе возникают Вот такого рода суждения Мне кажется, священно началия Должно высказаться по этому поводу То есть, понимаете, у нашей церкви Есть отдельные священнослужители, епископы А если уполномоченные выступать С какими-то официальными заявлениями Это не только патриарх Это в частности представители Тех синодальных отделов Которые связаны с публичной деятельностью И, конечно, мне кажется Давно следовало бы указать Виталию Милонову на то Что его мировоззрение Кажется в высшей степени странным С точки зрения христианства Того самого христианства Которое нас очень часто подменяют Словом православие В которое вкладывают все, что угодно В том числе любую форму Мракобесия, хсенофобии Собственно, это тоталитарные идеологии Для меня Виталий Милонов Это классический представитель Того явления в церкви Которого очень опасался Протопресс-фитер Александр Шмеман Церковь пытаются превратить Церковное верлучение В разновидность Новой тоталитарной идеологии Вот он это и делает Но при этом ведет себя так Простите уж не умно Что с ним и полемизироваться Становится даже как-то странным Говорить тут не о чем Но Виталий Милонов Я удивляюсь, что вы Благодаря его статусу Депутата Государственной Думы Придаёте значение Значение его высказывает С точки зрения церковной Богословской Виталий Милонов Все-таки вне церкви Хотя и часто Себя ассоциирует с ней Но что касается Высказываний, например Патриарея Дмитрия Смирнова Уже покойного Ксеволода Чаплина Ну еще можно вспомнить Ряд священнослужителей Которые достаточно Резкие и острые Высказывания себе позволяют Ну Как к ним относитесь? Ну вот собственно Упомянутый мной Когда-то имевший место Конфликт Ксеволода Чаплина Продолжал Потому что в одном из интервью Отвечая на вопрос Вот Насколько мои религиозные чувства Оскорбили Вот Девицы Вот из этой группы Пуссерайт Вот эта известная история Я принадлежал к числу тех Которые Кто в нашем клинике Категорически был против Привлечения какой-то Уголовной ответственности Вот Хотя их действия Не могут быть Так сказать Оправданы Но Они не подлежат Подобного рода Так сказать Расправе Которое случилось С ними Так вот Отвечая на вопрос Об оскорблении моих чувств Я сказал Что они Мои религиозные чувства Оскорбляют Гораздо меньше Выскочили один раз Сплясали в храме И все А вот Когда всякий раз Когда появляется Отец Северла Чаплин Начинает От имени Церкви От имени Меня В том числе Высказывает Свои суждения Вот это Мои религиозные чувства Оскорбляют Это происходит Систематически Уже не один год Ну между нами Начинает Полемиков Который пытался Использовать Административный Рисунстук Что привело Меня К отрешению Меня От выступлений В СМИ На почти два года Но потом Все восстановилось А потом Случилась ситуация При которой Отец Северла Чаплин Оказался В положении Как раз Маргинала Вот Но в данном случае Я хочу Почерпнуть одно И дело не в том Что он скончался Отец Северла Чаплин Несмотря на то Что был мой Принципиальный Оппонент Многие годы Мы с ним были Лично знакомы Был человеком Безусловно Талантливым И мне было Очень грустно Наблюдать Определенного Его мировоззническую Если угодно Деградацию Но у него были Свои позитивные Стороны И пыл полемики Это одно А другое дело Оценка его С точки зрения Вот того Я все-таки Церковный историк И я могу сказать Он принадлежит К тому поколению Русской молодежи Которая Интеллектуально Образованная Которая пришла В церковь Для того Чтобы преобразить ее Дать ей возможность Реализовать В условиях Наступившей В конце 80-х годов Свободы Для церковной деятельности Но к сожалению Уже сложилось так Что в нашей системе Его благие порывы Не получили Должного развития И он вовсе Пришел к тем Результатам Которым Увы пришел Но для меня Эта фигура По-своему Противоречивая И трагическая Чего я не могу Рассказать О Виталии Милоновой Вы уж простите Что я даю Личные характеристики Вы сами Меня заставляете Зравнивать Конкретных людей Что касается Моего давнего Знакомого Отца Дмитрия Свернова Я Опять-таки Считаю его Человеком Очень талантливым В свое время Немало сделавшим Да даже отчасти И сейчас Делающим в церкви Но конечно Большая часть Того с чего Он выступает Сейчас у меня Вызывает конечно Возражение Недоумение И даже возмущение Но я уж не вступаю С ним в полемику Потому что мы Несколько в разных сферах Что ли Ведем дискуссии И в целом Я бы Пожелал ему Быть тем Каким я знал Его еще В начале 90-х годов На сегодня В период пандемии Некоторые прихожане Русской православной церкви Руководствуются Рекомендациями Священников Или Своих духовных отцов Может быть И словами их О том Что нужно бояться Бога А не вируса И в церкви Нельзя заразиться Новым коронавирусом Ковид-19 Как вы на это реагируете? Ну Во-первых Я считаю Что Бога Надо попытаться Прежде всего Любить И высшее заплет У нас Не бойся Бога А люби Бога И люби ближнего Так вот Здесь я не вижу Никакого противоречия То что Коронавирусом Можно заразиться Где угодно В том числе И в храме Это вполне естественно Не существует Никаких Сакрально защищенных Мест Где вирус Себя не проявляет Любой наш храм Даже самый Намоленный Как приятно Говорит Он находится В отпадшем От Бога мире В котором Несовершенство Пронизывает собой Все Да и собственно Сами христиане Не только Моляющиеся в храме Но и причащающиеся В храмах Разве после причастия Они все становятся Безгрешными И совершенными В духовном плане Они остаются По частности И немощными И несовершенными А несовершенство Касается не только Духа Но и плоти Ведь что такое Разного рода Бактерии Вирусы Вообще То что вызывает Человеческие болезни Это результат Несовершенства Того Несовершенства Мира Которое Возникло В результате Грехопадения Да Христиане призваны Это несовершенство Преодолевать Преодолевать Преображать Изменять Но искоренить Его Как таковое Они все равно Не могут Поэтому Нужно Пребывать В этом мире Считая Что он Никогда До второго Пришествия Христова Не станет Совершенным Таким Каким он Будет Грехопадение А значит В нем Будет Несовершенство Разного рода И духовное И телесное Значит Им будет И красота И безобразие И поэтому Нужно Исходя Из этого Оставаться Христианином И любя Бога Пытаться Любить Ближних А любовь Ближних Проявляется В частности В том Чтобы мы Проявляли Заботу И об их Жизни И об их Здоровье И в частности Пытались Смягчить Те страдания Которые И выпадают На долю Людей В этом мире Хочу Подчеркнуть Что вот Популярность И особенно Молодых Священников Рассуждения На тему Того Что страдания Человека Преображает Что это полезно Для человека Совершенно Ложное Страдания Любого Человека Калечит Даже Подчас Добровольно Принятые На себя Страдания Поэтому Христос Пришел Не то Что обрекать Людей На страдания Он предупреждал О том Что нравственно Жить в этом мире Нелегко И сам Показал Пример Того Как часто Как ему Приходилось Во имя Того Чтобы избавлять Людей От страданий Самому Потерпевать Я хочу возвращаясь К вашему вопросу Ответить следующее Если мы Действительно Принимаем Христа Всерьез Принимаем Всерьез Его заповеди О любви к Богу И любви к ближнему Нам необходимо Прежде всего Духовно Здраво Подходить К тому Что происходит Да Действительно Заразиться Можно и на Божественной Литургии И если Есть такая Вероятность Надо В конечном Итоге Это учитывать Я уже Как-то выступал Тут в одном Интервью Недавно и говорил По поводу Происходящего Если бы Государственные Власти Не допускали Общественное Богослужение В храмах Из желания Уничтожить Церковную жизнь Как это было у нас Десятилетиями Тут нужно было бы Возражать Тут нужно было бы Спорить Но никто Десятилетиями 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 Их соответственно Вне храма На дому А так Уже мы Выработали практику Второе воскресенье Вот мы Собираемся В рамках Вот такой Интернет Общения И общаемся Между собой В интернете Как мы обычно Общаемся После литургии По два-три часа За отчаянным столом Обсуждая Все вопросы У меня есть возможность Все окрестить Если порадоваться И не дай бог Отпеть И причастить И по собору Ну а проповедование Приходится пока Через интернет Община у меня Небольшая Состоящая из людей Сохраненных Уже многие годы Прекрасно понимаем Что церковь Это не храм Это прежде всего Община Община Объединенной Евхаристией Верой во Христа А временно сокрытый храм Не препятствует Общине Сохраняться Как таковой Тем более Что в истории Нашей церкви Было ведь Многолетний опыт Существования Подпольных Катакомбных Общин Которые не имели Храмы Но имели Единство во Христе Церковь Живет Как говорят Старобрядцы Которых немало И в Латвии Не бревнами А ребрами И сейчас Вот у нас Есть возможность Испытать все это Мы слишком В свое время Очень много положили сил Слишком искусились Тем Что пытались Возрождать церковную жизнь Возрождая храмы Храмы эти во многом Стали пустовать Это надо признать И для меня было Очень важным Услышать Из уст патриарха Кирилла Слова о том Что спасаться Можно и вне храма Тем более Как церковный историк Я могу сказать Что многие Совершенно Недопустимые И с нравственной И с политической С точки зрения Компромиссы На которые Наша церковь Шла Со времен Утверждения В ней У власти Митрополита Сергия Стогородская Отправдалась Именно тем Что нужно Сохранить Хотя бы Немного храмов Чтобы там Была служба И он шел На компромиссы Которые Храмы-то Не сохранили В 1939 году У нас было 150 действующих Храмов Сохранялось еще Но при этом Церковь Христова Часто изменяла Христу И вот это Очень страшно И вот когда Иисус Патриарх Раздавился О том Что спасаться Он напомнил Нам о том Что было Ведомо Еще со времен Спасителя У Спасителя Не было Храмов Он не храмы строил И апостолы Не храмы строили А общины Создавали Из христиан Которым Часто не было Где главу Преклонить И церковь жила И жила Внутренне Совершенно свободно От этой Самой недвижимости От всякого рода Привилегий Которые предоставляли И государственные власти Привилегия тогда Была одна Гонение И власти Прекратили их Потому что Церкви Ничего не было Отнять Кроме Жизни Ее верных Потому что Нигде было Ни недвижимости Ни ванковских счетов Ни каких-то Исторических Достопримечательностей Поэтому я считаю Что сейчас Происходит своеобразное Испытание Наших приходских Общин А настоящих Общин у нас Не так уж много Наших многочисленных Храмов На способность Остаться Церковью Вот малой церкви Общиной Нефхаристической Во Христе Лишившись На какое-то время Невозможности Проводить Полноценное Богослужение В храмах У нас есть Двонок Сейчас Радиослушатель На линии Здравствуйте Добрый день Александр Да Александр Здравствуйте Скажите пожалуйста Как вот историк Вы хоть что-нибудь Критическое По отношению К церкви Можете сказать Вот например Современная Так сказать История Патриарх Предложил Включить В конституцию Упоминание О Боге Ну зачем Это нужно Я думаю Бог удивился Конечно Надо ему это Или нет Потом Почему например Церковь никогда Не упоминает Патриарха Гермогена Почему не упоминает Церковь О геноциде Староверов У церкви Столько греков Что ей каяться Самой надо Как вы думаете Спасибо Ну а как по вашему Она должна каяться Покаяние На мой взгляд Может происходить Только одним образом Это Изменением В своей жизни В том направлении Чтобы то в чем Ты каешься Было бы невозможно Что касается Вот начну с конца Старообрядцев Это с нашей стороны Происходила инициатива На соборе 1971 года Снятие Анафем К сожалению Она была запоздала Это нужно было сделать Раньше Но мы сняли Анафемы И признали их Перестали Считать их Еретиками Но никакого Диалога не возникло Уже в связи с их позицией Они требовали От нас дальнейших Уступок Но их позиция Сова ведь не безупречная Полноценного диалога К сожалению Не сложилось Но тем отрадней Что гонения Кровавые На старообрядцев Прекратились Уже в 18 веке Ну и К сожалению Случилось так Что только лишь Февральская революция 1917 года Упразднила Все ограничения По отношению Сторообрядцев Это было Конечно Очень печально Довольно поздно Я рад Что сейчас Сторообрядцы Наделены Со стороны государства Такими же правами Как и Русская православная Церковь Московского патриархата Хотя Многие позиции Сторообрядцев Мне и как историку И как богослов Представляются Неприемлемыми Но Ни в коем случае Нельзя Настаивать на том Чтобы утверждать Права одного Вероисповедания За счет Кого-то другого Поэтому я например Могу сказать Что Допустим Репрессии Которым подвергаются Свидетели Яговы У меня вызывает Чувство протеста Мне очень печально Что наши официальные Церковные власти Не выступают В защиту Яговистов Потому что Когда-то мы были Вместе с ними Гонимы при советской власти И ощущали себя Действительно Вот в единстве Тех Кого гонят За их веру И сейчас Надо было бы Их поддержать При том что Многое из того Что они исповедуют Представляется Совершенно неприемлемым Но это моя Личная позиция Я на случай Выступаю Как священник Православной церкви Но одновременно Не просто церкви А русской Православной церкви Московского патриархата Священное начальство Которое По этим вопросам К сожалению Не выступает Это я говорю Вот об одном аспекте Что касается Введения Упоминания о Боге В конституцию Ну понимаете Теоретически Это возможно И в некоторых конституциях Страна Где не было Таких гонений На церковь На христианство Как в нашей стране Это и осталось Но после того Что мы сделали В 20 веке С церковью После того Как Крупнейшая Поместная церковь Православного мира За четверть века Была почти полностью Уничтожена Причем руками Причем руками Самих же Часто православных Христиан Крещеных Когда-то И забывших Христа Отлегшихся От Христа Нам нужно Быть в этом отношении Очень осторожными Имея в активе 2-3 процента Практикующих Христиан Настаивать На введении Упоминания О Боге В конституцию На мой взгляд Довольно странно Кроме того Там Такого рода Формулировка Предложена Что Надо еще Разбираться Какой Бог Имеется ввиду Поэтому я могу сказать Что В отличие от Официальной позиции Нашего Священного начали Я Занимаю Иную позицию Моя позиция Иная Я не считаю Что Упоминание о Боге Необходимо В нашей конституции Так На что еще Из ваших вопросов Я не ответил Я уж не помню Ну Короче говоря Возвращаясь К главному В чем должно Происходить покаяние В исторической И греханно-исторической церкви Ну Чтобы она В дальнейшем Не совершала Того За что ей приходится Испыхает чувство Раскаяния Чувство Приносить покаяние Вот и все Вот Но С нашей стороны В отношении Старопляцев Это было сделано Очень важный Первый шаг В 1971 году Хотя Подобного рода Согласно И делалось раньше Когда Была установлена При империадоре Павле Первом Единоверческая церковь Но это уже история Мы не будем в нее входить Что касается Символизма Потому что Опять же Когда говорят о пандемии Многие рассматривают Это и с религиозной точки зрения По крайней мере Затрагивают этот аспект Интересный эпизод Произошел в Москве На патриарших Такая булгаковская история Полиция задержала Иисуса Воробьева Который выгуливал собаку Вот Если посмотреть на эту ситуацию С точки зрения Религиозного Такого символизма Можно что-то найти Или Просто совпадение И ничего больше Вот как вы это рассматриваете Ну у меня В этой истории Больше всего поразит То, что полиция Действует Жиловским образом Меня не удивило А меня удивило То, что Есть некий человек Который действительно Видимо и по паспорту Является Иисусом Как уж его наградили Таким именем Это не в общем-то Не в нашей традиции Не в русской традиции Хотя у католиков Такое имя встречается Нередко Например Вот Ну я понимаете Я тут Булгаковщину бы не стал Так сказать Привлекать никакого Никаких литературных аллюзий Ну уж если вы говорите О литературе Тут я бы процитировал Вячеслава Иванова Который очень выразительно В свое время сказал Дьявол романтик А бог реалист Поэтому вот Эта ситуация С этим Иисусом Воробьем Гуляющего с собакой Для меня скорее Лежит в рамках Так сказать Того что Административный Восторг Наших Местных властей И в частности Полицейских Не знают как всегда Границ Вот А в общем-то и целом Я гораздо больше Беспокоен другим Разрешают Выгульвать собак На расстоянии 100 метров Но ничего не сказано О прогулках детей Членораздельного И вот это Меня печалит В гораздо большей степени Что какой-то Произошла вот эта история С Иисусом Хотя я думаю Иисус Воробьев Ну действительно Старит одним из многих Жертв Ретивости Наших властей В осуществлении Привычных Для них функций Тащить И не пущать Так что Я не знаю Что комментировать С точки зрения Мистики Я здесь Никакой Не увидел Но если говорить О втором пришествии Потому что Нередко Часто достаточно Говорят о том Что после второго Пришествия Мир изменится Вообще На ваш взгляд Мы способны Будем оценить И понять Что второе Пришествие Произошло То есть Это будет развиваться По неким Классическим Канонам Ну мы знаем Как первый Когда Иисус Пришел на землю Вот готовы ли мы К этому Готовы ли церковь К этому И вообще Как Есть ли план Скажу я таким Мирским языком Я думаю К этому Подготовиться Нельзя И вот честно Говоря Вот я могу Сказать Что Я бы например Очень не хотел Быть современником Иисуса Христа Пришедшего Первый раз Потому что Ведь как Легко было Ошибиться Ведь ошибались Подчас Очень достойные И умные Просвещенные И нравственные Люди Не узнавали Во Христе Мессию Поэтому Я бы Выспытал Конечно Чувство Большого Я даже Как это сказать Но я бы Не хотел Быть современником Иисуса Ибо легко Было ошибиться Что касается Второго Пришествия Я думаю Что там Тоже будет Масса Проблем Масса Заблуждений Ошибок Искушений И я бы Предпочел Поэтому Все таки Не переживать Второе Пришествие Христово Здесь На земле Потому что Это будет Большое испытание Я не настолько Уверен В себе Вообще Любой Здравомысленный Человек Чем больше Он проживает Тем меньше У него Остается Иллюзий По поводу Самого себя Это только Юноша Может желать Оказываться Рядом Со Христом И разделить С ним Его крестные Муки Потому что Прожив Несколько Дольше Человек Понимает Что скорее Всего Он бы В лучшем Случа Оказался Разбежавшимися От Христа Апостолами Или даже С апостолом Петром Трежели Отрекшимся От Христа Человек Слаб Человек Немощен Поэтому Зная Человека Тоже Немощного Я бы Предпочел Все-таки В таких Экстремальных Ситуациях Не оказываться Хотя Я прекрасно Понимаю Что Люди Своими Немощими Действительно Часто Не оставляют Богу Ничего Кроме Как Обозначить Спасительный Для них Самих Путь Через Какого-то Рода Потрясения Испытания И так далее А почему План Перезагрузки Если говорить Мирским Языком Опять же Такой Сложный Почему Человек И человечество И общество И миряне И даже Верующие Не могут сразу Понять Что Происходит Какое-то Событие Которое Должно Изменить Их Жизнь Почему Такая Сложная Схема Она Не сложная Она простая Простая Вот почему Потому что Человеку Дана Свобода А там Где Есть Свобода Постоянно Создает Проблемы Для него Самого Но если Человек Не был Свободен Когда он Благочестивым Зомби Благочестивой Марионеткой А это Недостойное Человек Состояние Человек Создан По образу И подобию Божию Наделяя Человека Свободой Господь Знал Что он Очень сильно Рискует Он знал Что человек Может Свободу Злоупотребить Но он Сотворил Именно Человека По своему Образу И подобию А значит Он не мог Не быть Свободным А в свободе Заключается Очень много Собластов Поэтому Особенно Народы Проживающие Довольно Тяжелый Исторический Путь Часто Тяготятся Свободой И мечтают Чтобы кто-то От этого Дара Избавил К сожалению Боюсь Что наш Русский Народ В этом Отношении Увы Не является Исключением Поэтому Подлинной Свободой Мы Не чаем По-настоящему Мы не хотим Ее Мы хотим Либо Деспотизма Либо Воли Вольницы Отсюда Перепетии Нашей истории Потому что В условиях Либо Деспотизма Либо Вольницы Свободу Реализовывать Осмысленно И ответственно Не приходится Свобода Реализовывается Осмысленно И ответственно В условиях Действительно Уважения Человека Самого себя С даром Свободы А вот этого Нам всем Не достает Хотя это Христианнейшая Добродетель И мне звонок Да Здравствуйте Мы слышим вас Добрый день Добрый день Приятного Докладного Человека Вопрос такой Как вы Относитесь К золотым Священнослужителям Золотым Попам Которые Используют Церковь Для своего Обогащения И Второй вопрос Должна ли Церковь Заниматься Торговлей В собственных Помещениях Спасибо 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 Людей Которые Фильм Брат Один Да Сказал Вот там Есть такой Персонаж Немец Бумж Который Прекрасно Играет Кузнецов И вот этот Немец Бумж Противоречие На вопрос Главного героя Данила Для чего Люди Живут Он говорит Вот я Слышал Пословицу То что для русского Хорошо То для немца Смерть Так вот я Живу Для того Чтобы ее Опровернуть Поэтому и стал Бомжом Вот Так вот Сказал я Я бы Вам напомнил Другую пословицу За деньги И попляшет Так вот я Тридцать лишним лет Служу священникам Для того чтобы Эту пословицу Опровернуть Другого Смосьба нет Я знаю Гораздо больше Чего О том Как употребляют Те или иные Священнослужители Вот Своим служением Мамони И вызывает Это у меня Большое конечно Отторжение Возмущение Но я Отдаю себя Отчетом Что единственный Способ Этому противостоять Не уподобляться Им Вот Поэтому даже Уже Будучи Священником До статусного Профессора Совкафедра Послужив Уже больше Тридцати лет И имея Например Награду Митру Я эту Митру Одеваю Только на Крестных Вот на Пасхе И никогда Не делаю себе На богослужениях Потому что Подобного рода Богослужебная Награда Ничего не Прибавляет По существу Я например Никогда не Служил Даже вот У нас Ну вы знаете Есть такой Перечень Богослужебных Наград Которые Девают Священники Во время Богослужениях Я никогда Не делаю Подобного рода Наград Вот Ну Можно Правда При этом Сказать Что у меня Гордыня Развитит Сребролюбие Может быть И так Но Я считаю Что В нашем Обществе В котором Люди Колеблятся Между Сребролюбивчивым Угодием Тщеславием И Страстью Блуда Гордыня Может Иной раз Избавлять От каких-то Этих Более Низменных Страстей Вот Что же Касается Торговли В храмах Ну Опять-таки Я могу Только исходить Из своей Ситуации У меня Никто Никаких Хождений С Подносами Для собирания Пожертвований Нет Свечки Продаются По Самой Низкой Цене Потому что Мы должны Епархии Приобретать И платить Вносы В епархию А Стоит Кружка Кто бросит Тот бросит Потому что У меня Храм состоит Из небольшой Общины Очень такой Интеллигентный Воцерковленный Человек 70 В нем Входит В приходское Собрание Они платят Символический Взнос 150 рублей В месяц И все А так Бросают Столько Сколько Есть Возможностей Нет Никаких Платных Треб Вот Поэтому Ну Я могу Себе Это позволить Потому что Мое основное Место работы Это преподавание В духовной Академии У меня Бедный Храм Но вы знаете Чем Храм Беднее Чем он Свободен Помните Принцип Советских Людей Чем меньше Мы имеем Те труднее Это отнять А вот Когда человек Обрастает Какими-то Проектами Коммерческими Это тут Начинаются Искушения Вот Поэтому У меня В храме Благо он Небольшой Находится Собственно В здании Одного Из лучших Учебного Заведения Хотя Этот храм Еще даже Митрополит Филарий Дроздов Свящал В 1838 Году Вот Нет Никакой Коммерческой Даже У меня Книжки Практически Никакие Не продаются Ибо У меня Прихожане Всереде Очень Образованные Интеллигенты И сами Себе Приобретают У которых Яются пожертвования И ничего Больше Успеем ли мы Принять Еще Звонок Нет Звукорежиссер Говорит Что время Подходит К концу Нашего эфира Спасибо вам Большое Что нашли Время И вышли В прямой Эфир Программы Спасибо вам За приглашение Историк Богослов Священник Русской Православной Церкви Георгий Митрофанов Был гостем Программы Спасибо вам Отец Георгий Всего доброго И до свидания Всего доброго До свидания